Всем привет! С вами Светлана. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу немного рассказать о цветочках на своем балконе, о высеянных колесах. Первый раз я сеяла их из своих семян. И также о моей предстоящей работе. Осенью я показывала и рассказывала, как я делала откосы. Вот это вот все моя работа. Вот здесь вот за балкончиком откосы у меня большие в комнате. Я делала отдельное видео. И вот мне предстоит работа на балконе. Мне нужно будет сделать уже наружные откосы, потому что зима прошла. Мы ставили окна поздно осенью, и я не успела вот-вот сделать откосы. Вот такая вот предстоит работа. Вот эту сукраску надо будет убрать, зашпаклевать, снять вот эту бумагу. Там вверху тоже зашпаклевать, покрасить. Ну и, конечно же, вот здесь вот внизу, вот мы видим выбита пена. Вот это все нужно будет поработать, конечно же. Ну и на балкон, я уже рассказывала, я вынесла свои цветочки. Вот колиусы, которые я высадила. После обрезки вот такие вот пол-литровые стаканчики. Они начинают наращивать свои листочки, кустики. Вот там за окошком тоже у меня на подоконнике стоят цветочки. И резины, правда плохо видно. Значит, эти цветочки все в стаканах стоят, пол-литровых. Вот здесь у меня те черенки, которые были обрезаны. И вот в таком они сейчас вот состоянии, в наличии. Все, кто первый раз ко мне заходит и спрашивает, а зачем вам много одинаковых цветочков. Вот я всегда отвечаю, кто еще не знает, что для меня цветы это хобби и работа. Естественно, что продажей я тоже занимаюсь. Так, вот здесь вот я уже сделала такой ряд из кашпо. Ну, здесь у меня навесные кашпо вместе с ахименесами. Я на этот год приобрела еще 50 сортов ахименесов. И вот решила их разводить вот таким вот способом. Они сейчас у меня растут. Вот еще маленькие. Вот здесь вот еще тоже. Вот так вот. И здесь вот на полочке. Здесь у меня сейчас цветет зефирантес розовый. Вот такой вот красавчик. Один цветочек уже, видимо, цвел. А вот это уже второй. Буквально луковички я сохраняла зиму просто выкопанные. А вот весной, рано весной посадила. Тут вот голубая пасифлора уже наверх тянется. А это белый зефирантес. Он еще пока не цветет. Здесь тоже пасифлорка растет. Два адениума осталось у меня из тех, что я садила с семян. Вот здесь фруксии. Сейчас перейду на столик, где у меня растут колиусы из семян. Значит, вот этот вот горшочек, это я недавно рассказывала, что я посадила в перлит, там, по-моему, три пачечки семян покупных. И вот я их уже перевалила в такой горшочек. Вот они все зелененькие, стоят классненькие. А здесь они чуть-чуть постарше. Постарше. И семена я собирала в прошлом году сама. Это семена вот палисандре. Очень такой колиус, темно-насыщенного, шоколадного цвета, красивый. Это американский сорт. Это вот сорт кэрифри. Вот 57-й. Значит, сейчас я посмотрю, где у меня он здесь находится. Вот он. Вот такой вот сорт. Вот. Вот смотрите. Вот это вот из семян. Молоденькие. Дальше. Вот это. Вот это. Сорт мозаика. Сорт мозаика. Ну, вот примерно здесь вот. Я вижу такой вот похожий. Проявляется. Но они еще молоденькие. На них очень плохо. В молодости показывается сорт. Это 69-й. 69-й. Не помню, где он у меня. Так, это 68-й. 68-й. Вот такой вот тоже мозаичный сорт у меня. Здесь 57-й. Тот же сорт, который я уже только что показывала. Только здесь вот постарше они. Здесь чуть-чуть поменьше. Это 55-й. К сожалению, взрослого не могу показать. Его здесь нет. Так, это 4-й. Это колеус дракончик. Это я и садила из покупных семян. Вот такой. Вот он сейчас. Он должен быть тоже темно. Такого темного шоколадного цвета. Это тоже 55-й. Здесь у меня в стаканчиках тоже растет ахименес. Он немножко подрастет. И я его буду переваливать вот в такие вот горшки. И в скором времени они зацветут. И будет уже красота. Очень мне нравится вот такой вот колеус. Вот. Такого приятного салатового с желтоватыми крапинками цвета. Сейчас у меня в наличии есть такой колеус. Вот. Несколько стаканчиков. И кого интересует, можно приобретать по Украине. Я отправляю растения новой почтой. Такие вот колеусы тоже в наличии. Это зарубежный сорт. Все сорта у меня есть на моих страничках в социальных сетях. Там можно посмотреть фото и прочитать каждый сорт. Также есть вот такие вот колеусы тоже в наличии. По моему каталогу это 63 номер. Все колеусы имеют хорошую корневую систему. Хорошо укорененные. Хочу рассказать о том, что колеус такое растение, которое меняет окраску в зависимости от освещения. Я уже много об этом говорила. Вот, например, вот этот колеус. Видно, какие у него вначале были подкрапинки. Он должен быть вот такого вот вида. А сейчас, когда я обрезала, вот видите, посерединке был срез один. И пошло три вот таких вот молодых растения. То есть пошел кустик наращиваться. И вот этот цвет, он более-менее крапинка не выражена. Но когда появится вот солнышко поярче, тогда будет уже поярче и эти вот листочки у колеуса. И сейчас вот апрель месяц. И в такое время некоторые колеусы у меня уже даже отцветают. Умудряются цвести. Вот недавно зацвел. Вот уже отцветает. Тоже можно уже собирать семена. Эти сеянцы, вот колеуса, уже можно будет распикировать. Пикировать буду в горшочки небольшие. И сверху сразу же прищипывать макушку, чтобы кустик был пышный. Вот ахименес, который уже я прищипнула. И который уже пустил много боковых листиков. Вот видно бутончики. Сейчас конец апреля, но скоро уже где-то в мае будут первые цветочки. Спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч на моем канале. Кого интересует колеусы, еписцы и ахименесы, заходите ко мне на странички в социальных сетях, пишите в личку и приобретайте.